Тактика молча... Это прогрессирующая близорукость японской культуры. Она постепенно стала, так сказать, склоняться к малым объектам и миниатюрным формам выражения литературного. Сначала были так называемые длинные песни на гаута, а потом они постоянно стянулись в пятистейшие танка. И миниатюрности часто спрашивают. Что у японцев так мало места, они привыкли ютиться и, так сказать, им все маленькое нравится. Но не без этого, но дело в том, что не в этом главное. А главное в том, что для лирически ориентированного сознания легче точечное восприятие, когда чем меньше объект, тем сильнее... Даже не эмоциональное, а скорее сенсуальное, я бы сказал. Это взаимодействие пяти первичных физических чувств. Когда читаешь хорошую японскую поэзию, то она тебя как на машине времени прямо переносит и как на реальном каком-то летучем невидимом корабле, переносит туда и тогда, когда и где это происходит. Ты находишься как бы... Ты не со стороны созерцаешь это, а ты... Это все вокруг тебя, и более того, ты сам чувствуешь себя частью вот этой вот реальности. Но так научиться читать японские тексты довольно сложно. А уж тем сложнее перевести это на какой-либо из иностранных языков. Выясняется, что соотношение языка как абстрактная знаковая система и реальности не такое в Японии, как у нас. Ну, к примеру, там слова гораздо более контекстуально конкретные. В зависимости от того, где, когда, кто и о чем говорит, то же самое, что мы в другой ситуации схожи, там, такими же словами, у них всегда будут разные слова, совсем другие слова. Вот два человека говорят о третьем. В зависимости от того, что это за два человека, как они соотносятся по возрасту, по полу, профессии, положению в обществе, и каково их отношение к третьему, одно и то же простое высказание, объективно вроде бы простое высказание, оно будет передаваться бесчисленным количеством вот этих вариантов в зависимости от, значит, соотношения этого треугольника. Это сложный аспект японского языка. Гораздо более сложный, чем, как полагают там иероглифки и т.д. Да и сама иероглифка японцы, я ей пользуюсь не так, как китайцы. Она менее выстроена логически и более укоренена в образах. И имеет, знаете, как нервная клетка у нас в мозгу, она имеет очень бесконечные отростки, которые сложным образом с другими соединяются. И вот это самое сложное в японском иероглифе. Потому что он имеет много графических вариантов, много чтений в зависимости от контекста, в котором он... И много смыслов. Что, скажем, у китайцев в каждую конкретную эпоху это более выстроено. А у японцев, понимаете, все то, что попадает в культуру, никогда оттуда уже не может быть устранено. Потому что культура для них это не конструкт, а как растение. Вы не можете вырубить часть растения, оставить только то, чем вы вот сейчас хотите пользоваться, но оно засохнет и умрет. Поэтому японская культура, она создается как таким растительным способом. И в результате... Вот представьте себе, что если мы захотим конструктивно понять дерево, как оно устроено, это нам надо будет очень сложную теорию, так сказать, придумывать. И анализировать дерево под разными углами, это все чудовищно будет сложно, и главное, практически не очень действенно. А если вы будете как мудрый, накопивший веками и поколениями опыт садовник, для этого дерева просто идеально взрыхляет почву там, так, чтобы не попадала в нужное время и вода, и влага, и солнце, и так далее, в таком месте его посадить, все это будет расти само. Такова же и японская педагогика, например. Она не столько вторгается с какими-то мировоззренческими схемами и концептами в практику ребенка, сколько она его как бы подспудно подстраивает под общество. Японским детям до 7-летнего возраста вообще никогда не говорят, как они должны себя вести, что можно, что нельзя и так далее. Это вызывает у европейцев двоякое чувство. С одной стороны, они говорят, ах, как японцы любят своих детей, они им все позволяют и так далее, а с другой, говорят, как же можно так баловать детей, относиться к ним как к домашним животным. Ну, конечно, кошке домашней никто не станет морали читать, и там как-то ее воспитывать. Вот считается, что в досоциальном возрасте японские дети, это как бы, они принадлежат не к миру людей, они еще не социализированы, это мир природы, или, как они говорят, мир богов. Кстати, по вопросу вот об умолчании. Что такое боги? Ками, как сегодняшние этимологи говорят, оно восходит к понятию высшей в своем роде, что-то высшее. Но историческая этимология утверждает, что Ками имеет отношение к таким понятиям, как Каму, скрывать или быть сокрытым, и Кума, сокровенный угол. И это то, что за пределами нашего чувственного опыта, который только вот один нам, как материалисты говорят, и дан, ощущение. А как может Ками объявиться в человеческой среде? Ками, это как всякий природный политеистическое божество, так сказать, существует. Это не трансцендентный бог, метафизический, над нашим миром находящийся, а он принадлежит нашему миру, только он представляет собой особую сущность в этом мире. Вот особо сконцентрированную, особо сокрытую и так далее. Чтобы бог явился, как бы, воплоти, или хотя бы энергетически, информационно, действенно, нужен такая рамка мацури, ритуала для него. Вот мацури организуется для того, чтобы привлечь Ками и дать ему вот ту самую идеальную среду, которую педагог создает для своего ученика, и которую, так сказать, любой японец создает для, вокруг себя старается создать. Это благоприятные создать условия дружественные. И вот тогда является Ками как феномен. Но только во время мацури. Все остальное время это присутствует где-то, не за семью горами там, и за семью печатями, но рядом, но незримо. Вообще первое божество, которое появляется в японской мифологии, оно имеет три имени, что для древнего японца равносильно трём ипостасям, или вообще трём даже разным существам. Оно имеет имена такие центральное божество, божество, находящее в середине буквально, божество, порождающее других божеств, или высокое божество. Вот до сих пор, значит, лингвисты спорят, что это три имени одного божества, три единое божество. О нём сказано, что оно невидимо, никому не посередине. Родилось оно само по себе. Оно изначально, так сказать. Никто не знает как. Вот у них вопрос о створении мира, в самой первой его точке, вообще не ставится. А говорится дальше, что все остальные боги рождаются, естественно, как роски. Бамбука рождаются из влажной весенней земли, появляются. Сначала божества такие, как бы андрогины, потом они разделяются в седьмом поколении на инь-ян, на принцип полов. И дальше происходит рождение мира, как процесс естественного рождения, как вот рождаются дети у людей. Тут нет никакого сознательного творчества. А есть процесс жизни и её развитие, так сказать. И вот при таком отношении к миру у японцев совершенно не работают многие приёмы художественные в их словесности, которые для нас являются совершенно... Без них мы себе не можем помыслить вообще в художественную систему. Например, метафора. Ведь что такое метафора? Это перенос признаков с одного предмета на другой. Причём, чем дальше эти предметы, чем более, так сказать, далеко отстоящим друг от друга семантическим рядам принадлежат эти два предмета, тем ярче метафора. Самая яркая для нас, вот, людей, метафора — это олицетворение. Это перенос человеческих качеств на какие-то там нечеловеческие явления. Но у японцев это не работает, потому что вот этот цельный первообраз мира непреодолён. И, следовательно, нет ощущения вот этой противопоставленности вот этих разных рядов и разных частей этого мира. Следовательно, невозможно откуда и куда переносить-то. Это всё едино. И поэтому метафора, она как бы подскальзывается, и у неё нет... незачем её зацепить. Поэтому, хотя японцы знают, что такое метафора, нельзя сказать, что принцип диалектики и, так сказать, контрасты противоположными совсем не верны. Но он не играл никогда основополагающей центральной роли в их системе мышления. В результате метафора там проходит...